здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал ставите лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также пишите мне запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны если кому-то понадобится индивидуальная консультация под данным видео находится номер телефона куда вы можете написать на вайбер либо же на ватсап меня попросили сделать расклад на анастасию волочков почему не складываются отношения мужчин с мужчинами это был первый вопрос и почему она в центре обсуждений алкозависимости ну давайте посмотрим так ее карта ее карта карта насти так карта насти сейчас я посмотрю самое главное каких она энергия потом буду дальше смотреть что получается настя одинокая старший аркан отшельник и пятерка жезлов она как будто находится в конкуренции и борется с ветряными мельницами здесь даже идет такая борьба самой собой и хочется быть конкурентно способны и и хочется этого внимания вот этого звездного часа дальше но в глубине души она одинока я не могу сказать что она глупый человек потому что старший аркан отшельник он подразумевает все-таки человека глубоко мыслящего и вот эта глубина ее может быть даже то что она очень чувствительна она очень все тонко чувствует она вот это состояние и и будоражит но она достаточно конфликтный человек с ней тяжело ужиться могу сказать партнерских отношениях скорее всего она начинает каким-то образом конкурировать с мужчиной возможно как-то старается изменить подстроить его под себя так давайте посмотрим в чем же причина почему они не складываются взаимоотношения именно с мужчинами до чем проблема чем проблема и так во первых я хочу сказать она человек очень раненый душевно раненый вот ее как будто скорее всего ее очень ломали ее личность могу так сказать она как будто искусственно выведенная ее ломали именно подстраивали ну скорее всего это было как-то связано с ее профессионализмом также она должна была играть определенную роль в социуме и по королю мечей я хочу сказать она очень любит властных мужчин сильных мужчин но как правило такие отношения они ведут к использованию друг друга мужчинах сильный властный ресурсный хочет чтобы женщина ему служила а в этот момент она начинает чувствовать опять таки то что ее ломают то что ее не принимает такой какая она есть здесь есть очень много противоречий рыцарь пентаклей ну вы знаете я бы даже так сказала здесь скорее всего отношения ты мне я тебе это вот так то есть постоянно идет такая вот подоплека когда мужчина покупает женщину а женщина и не прочь получать какие-то подарки но простые мужчину настю никогда не будут интересовать ей все таки хочется самодостаточного сильного ресурсного мужчину но я не могу сказать на данный момент что вот опять таки что в данный момент у нее все это есть все все равно идет ведется к тому что что настя хочет умного обеспеченного но как правило эти мужчины уже заняты потому что все короли они как правило уже женаты они еще будучи принцами женились в прошлом у нее очень был большой успех она была на виду она была прямой не только театра ей восхва ей восхищались восхваляли ее конечно если посмотреть на те фотографии она была очень интересная очень красивая такая у нее благородная благородная именно красота я могу сказать она еще доверчивая и здесь все таки по тройке кубков могу сказать настя любит компанию настя любит веселье настя любит легкость она любит также принимать гостей и приходить в гости вот ей не хватает она всегда себя по шестерке жезлов она себя хочет чувствовать победителем самый лучший, самый красивый, самый желанный она такой себя считает она такой себя считает но что же мешает ей быть счастливой что же ей мешает быть счастливой при всем при том, что у нее есть и талант, и красота да не тех мужчин она выбирает она инфантильна она, вы знаете, она очень доверчива и инфантильна она, да, она действительно она открыта миру она готова общаться и здесь, знаете вот ей все равно не хватает вот этой вот славы она не просто так в центре скандалов находится ну опять-таки по рыцарю мечей всегда будут будут преследовать ее какие-то конфликты какие-то скандалы связанные с мужчинами всегда она, вы знаете, куда-то вот смотрит все равно на перспективу несерьезные отношения поверхностные то есть, когда люди на каком-то этапе встретились и эти взаимоотношения дальше не могут развиваться по той причине, что каждый из партнеров хочет изменить друг друга а здесь идет как раз-таки сопротивление мужчина не хочет меняться ради Насти а Настя в итоге не хочет меняться ради мужчины она выбирает себе не тех не тех так, давайте еще посмотрю причина все-таки ее зависимости причина ее зависимости причина ее зависимости она любит веселье она любит компанию понимаете ее что-то внутри как будто будоражит ну и потом я хочу сказать она считает, что все выпивают я выпиваю не больше чем все остальные и причина ее зависимости все-таки не складываются у нее отношения традиционные отношения где есть семья в том понимании мужчина, женщина, дети понимаете понимаете то есть это неудовлетворенность в ее жизни ей приходится лавировать ей приходится балансировать опять-таки вот то, что она имеет она это она считает, что это неплохо но я бы хотела я достойна иметь чего-то большего здесь есть постоянная недовлетворенность своей жизнью всем тем, что она имеет она бы хотела чего-то большего и опять-таки по колеснице могу сказать она человек который находится в движении ей хочется быть в центре внимания ей хочется быть лидером ей хочется быть победителем и она такого же мужчину хочет себе лидера победителя который бы на руках как говорится ее понес по этому миру который бы дал возможно ей вот все то о чем она мечтает но я хочу сказать она мечтает о многом чтобы было дорого богато понимаете то есть на меньшее она не согласна она бы хотела чтобы не просто выйти замуж может быть даже чтобы это было как-то связано с венчанием с красивыми ухаживаниями но но ей постоянно хочется это обнародовать как говорят счастье любит тишину у Насти этого нет ей хочется всегда чтобы люди вот с восторгом публика смотрела на нее и она как в театре она играет понимаете она играет вот эту роль чтобы ей как золушки понимаете в театре рукоплескали и сказали вот посмотрите какая прелестная красивая принцесса да и нашла себе принца да но она уже не принцесса все-таки ей уже 48 лет будет ли когда-нибудь задам вопрос сложится ли когда-нибудь у Насти личная жизнь будет ли ей по судьбе мужчина есть ли вообще такой мужчина который будет ей по судьбе давайте посмотрим вот смотрите старший аркан башня старший аркан императрица и опять-таки паш идет у нас жезлов для того чтобы этот мужчина появился ей нужно измениться полностью по башне это идет не просто разрушение это идет разрушение всего старого старых стереотипов возможно отказаться нужно от той компании от тех друзей которые ее окружают да по императрице вроде бы и неплохо это все все-таки но императрица это та женщина опять-таки для нее нужен император для императрицы чтобы она как говорится сверкала а императрица бывает иногда неглубокой женщиной поверхностной глуповатой что-то она все равно делает не так понимаете дальше у нее все идет через веселье вот у нее все идет через веселье для того чтобы она стала счастливой женщиной да здесь тройка кубков король пентакли и старший аркан ой простите и королева мечей ей нужно быть благоразумной ей нужно быть вот как королева мечей чтобы она была серьезная чтобы она не была никогда замешана ни в каких скандальных сводках чтобы в конце концов на какой-то на какой-то период о ней забыли но она все равно по тройке кубков у нее есть уже эта легкая зависимость конечно она человек тот который может взять себя в руки и сказать себе стоп ну то есть я не могу сказать что она вот прям знаете очень пьющая женщина да ну вот в моем таком понятии но тем не менее для именно для Насти Волочковой ей нужно полностью себя изменить ее ее вообще надо бы пролечить понимаете ей именно необходимо вмешательство серьезных специалистов которые бы работали с ее во-первых ментальным телом нужно глубоко найти все-таки эту причину что она так понимаете запевает что ее так будоражит именно внутри что ее так не устраивает что в итоге она появляется вот как сказать в этих вот различных сводках потом у нее очень много было ведь завистников и именно завистниц ведь у нее нет так таковых по большому счету подруг ей пользуется пользуется ее гостеприимством и пользуется ее открытостью вот то что я вижу понимаете вот смотрите старший аркан шут дурак да старший аркан дьявол она в зависимости и по девятке мечей холодная постель она часто очень плачет от своего одиночества от того что она не может быть обычным счастливым человеком а ей этого очень хочется это разная зависимость ей хочется каких-то страстей ей хочется и внимания ей хочется и богатства и денег но к сожалению вот пока она вот в таком пребывает состоянии именно у нее искаженное понятие счастливой семьи возможно причину нужно искать глубоко в детстве что там было не так именно во взаимоотношениях между родителями и по дьяволу я могу сказать здесь здесь зависимость вот смотрите старший аркан смерть верховная жрица и король жезлов ей нужно радикально измениться вот понимаете переродиться в мудрую женщину вот в это как правило верховная жрица она одинока как правило но это может быть одиночество на какой-то период для того чтобы повзрослеть у Насти Волочковой есть еще время вот так как я вижу если она к 54 годам не изменится ее удел быть одинокой к сожалению но есть ведь какой-то мужчина возможно даже среди ее окружения который готов бы служить ей верой и правдой но возможно этот мужчина с требованиями также с определенными которые она не принимает либо же это новый мужчина но Насте нужно измениться вот прям измениться радикально вы знаете я здесь еще вижу кармическую отработку все-таки именно в связях не с теми мужчинами она связывала свою судьбу свою жизнь нельзя выстраивать взаимоотношения с женатыми мужчинами они портят все у нее есть какие-то еще проблемы нерешеные финансового плана с одной стороны она занимается очень много благотворительностью а с другой стороны у нее есть какие-то проблемы нерешенные именно в финансовом плане она все равно всегда как бы знаете готова себя защищать оборонять потому что я вижу что ей очень много приносили вреда ее часто обижали и она постоянно держит эту оборону сердце у нее разбито а было много очень предательств и тем людям которым и мужчинам она открывалась они ее ранили и все равно идет по девятке кубков это карта удовольствия понимаете это карта удовольствия она инфантильна вот она понимаете как эта красавица хочет лежать на подушках красивая обеспеченная и среди как говорится этого богатства так иногда выпивать венца это ее расхолаживает это ее разрушает ей все-таки необходимо работать и ставить огромные цели но работать не так как она сейчас работает полностью изменить свое направление полностью я не говорю что она допустим должна быть из балерины переродиться например там ну грубо говоря стать там продавцом да нет но как-то ей надо изменить направление во-первых свое мышление а потом уже возможно заниматься какими-нибудь репетиторствами больше работать с детьми вести серьезный образ жизни не показываться нигде ни в каких сводках подчистить свое окружение которое только приносит ей конфликт и она постоянно находится в центре насмешек и я еще раз говорю Настя она не совсем одинока постоянно возле нее какие-то мужчины какие-то мужчины которые так или иначе кто-то ей восторгается кто-то над ней насмехается и у нее понимаете у нее не прописано красной нитью вообще быть одинокой нет она среди этого количества мужчин не может выбрать одного единственного потому что у нее отсутствует здравомыслие здравый подход к взаимоотношениям ей нужно поэтапно выстраивать взаимоотношения с мужчинами поэтапно то есть вот она встретила начинает общаться чтобы это было какой-то такой период когда люди присматриваются друг к другу понимаете они так как она познакомилась и поехала на Мальдивы или там куда-то на Бали или еще куда-то куда Настя любит ездить отдыхать на Лазурный берег какого-нибудь океана да нет это должен быть период притирок и самое все равно важное то что я вижу ей противопоказано употреблять алкоголь алкоголь ее делает глупой глупой и слишком открытой и наивной вот то что ей кажется выпившим состояние когда она думает что вот она выпила бокал вина и она сразу становится более раскрепощенной более интересной более яркой но это было когда ей было 30 лет бокал вина сейчас этот бокал вина превращается в пятый бокал вина и делает ее глупой восьмеркой мечей у нее все равно ограничения проблемы нужно искать там глубоко понимаете глубоко в ее юности в ее взаимоотношениях с родителями с коллегами по работе по цеху как говорится опираться ей нужно только на здравомыслие ее конек это все пропускать через здравомыслие чего она не делает ей надо резко отрубить всех кто только мешает и кто ее втягивает в постоянные эти вот конфликты возле нее постоянно какие-то инсинуации она от этого страдает страдает в глубине души но тем не менее она всегда в центре внимания но знаете это это не то внимание которое должно быть у этого человека давайте я посмотрю итоговую карту она императрица захочет все у нее будет но ей нужно измениться измениться радикально для императрицы необходим ее император вот этого императора она может встретить может и ей как сказать она творческий человек она очень все тонко чувствует она через музыку через балет проживает свою жизнь я еще раз говорю она достаточно образована ну у нее такое узкое направление образованности но тем не менее она может все и кстати по императрице я могу сказать Насте нужно было рожать не одного ребенка а как минимум чтобы у нее было двое детей чтобы у нее была забота а вот сейчас вот вот все что у нее есть даже работа коллеги какое-то окружение оно только ее расхолаживает расхолаживает и втягивает ее вот в этот вот вот в этот вот водоворот сплетен ненужного выпивания слишком частого и многие как говорится с ней лишь бы только подсмеяться над ней зависть к ней есть зависть к ней есть ну что я могу сказать захочет все у нее будет ей самое главное нужно измениться полностью родить себя заново отпустить все обиды и разорвать ненужные отношения если у вас есть комментарии напишите пожалуйста берегите своих детей берегите себя всего вам доброго до сих пор